Первый шлагбаум, нас тормозят. В Москве осталось всего ничего. Я пишу объяснительную, как так у нас получилось въехать. Колесо убито. Если взять всю нашу трансафриканскую экспедицию, то Кейптаун был психологической половиной пути. Сейчас мы пересекаем экватор, это уже три четверти. Мы проехали от Кейптауна практически половину, ну чисто психологическая половина пути до Москвы. Осталось совсем чуть-чуть. Впереди у нас Уганда, Кения, Эфиопия, Сомали, Джабути, Судан, Египет. Что там еще у нас? Иордания, Ирак, Иран. Ну и там уже СНГ и Москва. Едем. Сейчас мы находимся на границе Уганды и Конго. Едем в национальный парк Queen Elizabeth, королевы Елизаветы. Посмотрим, что там увидим, что вообще происходит. Потом хотим посмотреть немножко горы Рувензори. И сегодня вечером мы должны быть в Руанде. Потому что уже завтра мы должны встречаться с нашими друзьями в Бурунде, в Бужумбуре. Надеюсь, они туда попадут. Миша, давайте, мы держим за вас кулачки. В общем, дорога каменистая. Пробили колесо. И по ходу дела пробили на глушняк. Ну да, колесо убито. Надо вставить в камеру. Ну и, может быть, в Кигале купим новую покрышку. Посмотрим, если будут там какие-то предложения стоящие. Это недорого. Горы Рувензори, национальный парк. Сейчас заедем сюда, посмотрим, что тут вообще есть, что можно делать. И вам заодно покажу. Здесь начинаются треки по горной. Ну, горные треки, восхождение. Где мы сейчас? Мы здесь. Мы здесь. Окей. And how long to the highest peak? The highest peak is 5109 метров above the sea level. This is Margarita. How long is it to walking? Seven days. Seven days? Yes. Ну вот, семь дней до пика Маргариты, 5109 метров отсюда. Что, Миша, пожертвуем семи днями? Думаю, что нет. Тем более, что на Килиманджар-то я был, а это все-таки метров на 800 повыше. Понятно. Смотри, виды красивые здесь. Люблю тропическую Африку. Тропические джунгли. Очень красивые. Такие, знаете, прям чувствуешь себя в настоящей природе. Послушайте какие звуки. Смотрите, так интересно. Вот горы Рувензори, река Мзинга. А жителей снабжаются водой, питьевой. Вот такими каналами. Они тут вдоль дороги. Сейчас я чуть поднимусь. Вот, смотрите. Вот. Водичка. Течет прямо с гор. И в деревню идет. И все. И у всех есть чистая питьевая вода прямо из гор. С ледников. Крутая тема, мне кажется. Кто-то мне звонит. Ну, ладно. На заправку приехали. Сейчас он увидит, как мы камнем пробили себе колесо. Ставит нам камеру. Скажет цену. Это какого цвета. А? Это какого цвета. Это стомик. Это большой стомик. Это проблема. Да, я знаю. Это большой проблема. Мы можем купить это изнутри. Да. Вы можете закрепить это? Да, изнутри. А? Я могу закрепить это изнутри. Окей. Какое это? Давайте закрепим. Что? Только 30 тысяч. 30 тысяч? Да. Окей. Смотри, какая у них штука для разбортовки колес. Видал? Оп. И сделал. Сейчас с другой стороны. Вот они молодцы. Придумали же. Оп. И все. Почти все. Новое приспособление. Не захотела она, африканская штука, разбортовываться. Он его за это наказал. Побил. Сейчас разбортуется сразу. В России забортовали. Хорошо. Давай, давай, детка. Разбортовывайся. Вот. Все. Выскочил. Ну, все. Сейчас осталось только заплатку залепить. И все. Зачищаем. Заканчиваем ремонт колеса. Поставили заплатку внутрь. Сейчас проверим, если все окей, то мы едем в Руанду. Наконец-то. Ни одна граница не проходит просто так. Сейчас мы находимся на границе Уганды и Руанды. Я пишу объяснительную. Как так у нас получилось ехать и не поставить машину на учет на въезде в Уганду. На самом деле пограничник оказался очень дружелюбный. Очень любит Россию. Очень много читал историю. И вошел в положение. Ну, мы его немножко тоже сболтали. И сейчас мы, ну, вот как и сказал, пишем объяснительную. Надеюсь, это скоро закончится и мы поедем дальше. Как обычно, хотели, как лучше получилось, как всегда. Ну, сейчас сорок. Да, это одна граница. Ну, вторая, надеюсь... Ну, не бывает так, что обе границы прям обе плохие. Но обычно одна. Согласен. Вот, так что, надеюсь, сейчас по-быстрому все сделаем. Поедем в Кигале. Но ты сплюнь все-таки. Ть-ть-ху. В общем, мы выехали из Уганды. Сейчас въезжаем в Руанду. Все, первый шлагбаум. Нас тормозят. Мы идем на границу. В общем, на вход большая очередь. Все документы получили. Сейчас стоим в окошко, чтобы поставить паспорт. Штамп по въезде. И уже будем официально в Руанде. Ох, эти границы небыстрые. Не то, что в Европе, да? Шенген, хоп, и пролетел. Или даже в аэропорту. Поэтому те из вас, кто возмущается, что он на границе провел там час, полтора, все идите в Африку и оцените.